Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Глеб, и это мой очередной подкаст. Я уже давненько не записывал подкасты, потому что, ну, были другие дела, был занят прохождениями, но я всё-таки решил сегодня восполнить этот пробел и, естественно, записать данный подкаст. Ну что ж, начнём. Итак, первая новость это то, что мой канал постепенно приближается к отметке 7 тысяч подписчиков. И непосредственно мне бы хотелось выразить благодарность перед вами, дорогие друзья, то есть спасибо за ваши лайки, за ваши просмотры, за ваши тёплые комментарии и за вашу поддержку. Будем надеяться, что мой канал дойдёт до отметки 10 тысяч подписчиков, ну, естественно, выше. А пока это дело не настало, мы с вами будем дальше проходить игры, делать сплеи и, естественно, участвовать в забегах, о которых сегодня также пойдёт речь. Следующей новостью будет то, что я наконец-таки прошёл The Walking Dead Survival Instinct и скоро пройду Tomb Raider. Мне бы хотелось высказать своё мнение в сторону этих двух игр и начнём, пожалуй, с The Walking Dead Survival Instinct. Ну, что касается The Walking Dead. В принципе, мне игра понравилась, но у этой игры больше минусов, чем плюсов. Естественно, самый большой и жирный плюс это то, что мы играем за Дэрила Диксона, так скажем, моего любимого персонажа из сериала. Естественно, плюс является то, что это предыстория к сериалу. Там, я помню, ждал 16-ю или какую-то серию, я уже не помню, 3-го сезона. И, ну, ну не мог я её ждать, и пришлось мне сыграть в эту игру. И, в принципе, 3 часа потраченные, там, не помню, 3, по-моему, ну, чуть-чуть больше часов, так скажем, было потрачено на эту игру. Игра мне, в принципе, так. Ну, как кенцо, такое было чувство, что я посмотрел, но при этом был участником данного сериала. Но, на этом, по-моему, плюсы... А, нет, ещё большой плюс то, что озвучивали те актёры, которые играли в сериале. Вот это, пожалуй, единственный тоже большой и жирный плюс. Ну, в остальном, что сказать? Ну, геймплей, да, он, так скажем, там и плюс, и минус. То есть, плюс он, в своём роде, чем-то The Diamond напоминает. В принципе, играть можно, но разработчики его немного недоработали. И получается так, что где-то геймплей может надоесть за час. Поэтому, не знаю, как-то... Поиграл, поиграл, всё. Где-то час я сыграл обычно, вот бывает так. Выходил из игры, играл во что-нибудь другое. Потом где-то, может, спустя пару минут, там, пару часов, я снова садился за игру, опять играл час и всё. И на этом день, так скажем, приключения заканчивались. И потом только на следующий день уже садился за неё. А так, в принципе, ну, что сказать. Если бы Activision выделила разработчикам чуть более... более, как бы так сказать, более средств, что ли, и больше времени, то, думаю, геймплей, графика, всё остальное было бы на высоте. Игра бы не считалась провальной игрой года. Ну, в принципе, так, нейтральные у меня, скажем, отношения к данной игре. Вообще, могли бы разработчики ещё также раскрыть тему взаимоотношений между персонажами. То есть, вспомним The Walking Dead от Telltale Games. Да, я понимаю, что это две разные игры, а двух разных разработчиков, но всё же. Даже в сериале том же, там, естественно, что дерёт за душу? Не то, что вот там люди воюют против зомби, а то, что они то враждуют там, несмотря на такую угрозу, то, что они ссорятся, то они мирятся, то и всё такое. Ну, своя Санта-Барбара. Но это и привлекало в игре от Telltale Games и в сериале. А здесь это так. Можно услышать, как относятся друг к другу Мэрил и Дэрил. Да, это, конечно, интересно. Но если мы берём кого-нибудь с собой в попутчики, там, я не помню всех имён персонажей, там, например, Мию, помню, мы их просто тупо брали, на каждой локации посылали за припасами, которые могли, в принципе, найти на той же локации. Но не суть. Между ними не возникало никаких отношений, то есть, там, никто друг с другом не дрался, там, не цапался. Ну, в принципе, вот эта тема не раскрыта. Пожалуй, тоже один из таких минусов. Ну, а в общем, да, нейтрально у меня отношение к игре. Я даже думаю, ну, оценить её на 6 баллов из 10. Ну, по-моему, я единственный, кто поставил такую высокую оценку. Не знаю. Так, вполне игра... Ну, поиграть можно, я думаю. Что-то я уже долго заговорился насчёт этой игры. Давайте-ка перейдём к Tomb Raider. Нет, я не играл ни в одну серию... Ой, игр... Не играл ни в одной части серии Tomb Raider. И, пожалуй, это единственный минус, который я бы себе поставил. Но меня почему-то привлекла именно данная часть, то есть перезапуск серии. Я включил эту игру, начал играть и балдел от всего происходящего. Серьёзно, там, графика красочная и такие вот экшн-сцены. И действительно напомнило чем-то Uncharted. Хотя я не играл в Uncharted, но видел геймплей не раз. Поэтому сравнить есть с чем. В принципе, игра мне тоже вот понравилась. Есть за что похвалить, за что поругать не знаю, но... Мне только хотелось бы честно хвалить эту игру. Игра получилась на отпад. По-моему, одна из лучших игр этого года. Не знаю, какая из следующих игр будет лучше. Там, Watch Dogs, либо Metro. В общем, до конца года, думаю, видно будет. Ну что ж, перейдём к следующим новостям. Следующей новостью будет то, что я всё-таки взял и перезапустил свой сайт. То есть, с чем это связано? Ну, во-первых, это связано с тем, что что-то случилось с дизайном, так скажем, моего того сайта предыдущего. То есть, это Gunster1996Full.yukos.org. По-моему, так он прописывался, я уже не помню. Так вот, там что-то случилось с главной страницей, и теперь я не могу это исправить. То есть, теперь мне придётся... Естественно, пришлось перейти на другой сайт. То есть, это сайт Gunster1996Full.yukos.ru Следующий, так скажем, спустя какое-то время, я думаю, если будет много народу и будет актив какой-то на сайте, я, возможно, сменю домен. А так, пускай будет пока что yukos.ru Так вот, на чём я остановился. Чем связан этот сайт? Сейчас там работает такая, так скажем, пиар-система, что ли, как авторство. То есть, вы регистрируетесь на сайте, если у вас, конечно, есть уже yukos-аккаунт, то вы можете просто залогиниться. И чем это дальше связано? Связано с тем, что вы можете подать заявку на авторство, там есть специальная тема в данном разделе. Подаёте заявку, и позже, когда наберётся достаточное количество заявок, я какие-то приму, естественно, какие-то отклоню. И дальше вы увидите, как работает данная система. Там вроде бы я даже в данной теме описывал ссылочка под описанием, если интересно. Там, регистрируйте и вступайте. Также ещё сайт будет связан с моей деятельностью на ютюбе. Там порой будет информация подробная о ивентах проходящих... Ой, проходящих, извините. Ну и, естественно, ивентах, событиях. И также будет информация, связанная с сервером Майнкрафта, которым следующая новость пойдёт. Ну, как я уже и говорил, следующая новость связана с сервером Майнкрафта. Я всё-таки запустил сервер Майнкрафта, но, правда, он тестировался посредством группы ВКонтакте. То есть, участники группы только могли зайти на сервер. В принципе, что сказать, я разобрался со всем этим делом. Начиная с мая месяца, я думаю, когда получу зарплату, я сделаю сервер на 20 слотов на этот раз. Не на 10, а на 20. Посмотрим на активность ещё. Может, даже на 40 придётся сделать. Трафик продлю. То есть, теперь смогут все подключаться. И что касается сервера. То есть, я собираюсь на сервере ввести white list. То есть, если вы захотите добавиться, я, естественно, опять ищу, как это сделать. Вы добавитесь в white list и сможете спокойно играть на моём сервере. Сервер будет в версии 1.5.1. Ну, естественно, последняя, которая сейчас. В данный момент последняя версия Майнкрафта. Там будут работать такие плагины, как... О, какие там плагины работают, я уже не помню. Но я помню, что там есть плагин с авторизацией. То есть, какой-нибудь там игрок не сможет зайти под вашим ником и играть вместо вас. То есть, там придётся ввести только логин и пароль. Также есть плагин, который позволяет приватить территорию, сундуки и прочее. Ну, ещё на спавне будет, естественно, магазин, в котором вы сможете приобретать предметы. Ну, естественно, обменивать их, так скажем. Вы не сможете, например, деревянный меч там купили и продали. То есть, тут специально так экономика почитана. Единственное, на чём вы сможете зарабатывать, потому что тут работы нет. То есть, собирать ресурсы и в обменнике их обменивать. Там, естественно, обменник будет находиться рядом с магазином, чтобы вы его долго не искали. Вот. И, естественно, будет ещё парочка новостей, связанных с сервером. Но это уже будет в планах. Что ж, давайте-ка, кстати, к ним и перейдём. Относительно планов, хотелось бы сказать, что будет второй сезон Майнкрафта. Первый я примерно рассчитываю на 30 частей, 30 и больше. И после того, как я завершу первый сезон Майнкрафта, пройдёт немного времени и будет второй сезон. Второй сезон будет проходить на моём сервере. То есть, будем играть вместе с другими игроками. Причём, со мной в кооперативе будет один человек. Имя я его не скажу. Но скажу, что он снимался со мной в одном видео уже. Так что, будем вместе с ним играть. Причём, будем, возможно, натыкаться иногда на вас, дорогие друзья, там, если вы будете играть. То есть, думаю, вам понравится эта затея, устраивать вотсплей прямо на сервере. С одной стороны, даже немного интересно. Можно сказать, какой-то даже ивент получается. Но не суть, в принципе. Давайте-ка перейдём к следующему плану. Следующий план, это то, что я собираюсь пройти Metro Lost Light. Я уже недавно совсем предзаказал в Steam копию игры. И сейчас жду, когда наступит релиз, и я получу свой ключик. Естественно, ключик введу, скачаю и постараюсь оптимизировать под запись игру. И, собственно, буду проходить. Пройду полностью, надеюсь. Надеюсь полностью. Я и собираюсь полностью пройти там. Совсем ничего осталось, я думаю, до релиза. Как раз успею в Tomb Raider пройти. Ну и другие проекты свои. Что касается следующих планов. Ну, если у меня пойдёт Battlefield 4, естественно, буду проходить Battlefield 4. Ну, также, если ещё выйдет новый Call of Duty. Потому что я всё не могу понять, выйдет он или нет. Там, слухов немерено. То его там называли Ghost, то ещё как-то там его, помню, называли. Но, если он выйдет, я думаю, в принципе, его пройду. Если уж батла не пойдёт, то Call of Duty, думаю, точно пойдёт. Ну, а следующие планы, это я буду перепроходить серию Penumbra. Потому что я помню, когда я ещё её проходил, там у меня был слабый ноут. И у меня всё дико лагало. Причём, микрофон звучал ещё хуже, чем сейчас, возможно. Потому что, ну, тогда, естественно, что-то со звуковухой в ноутбуке случилось. И у меня что-то, вот, так скажем, вот, звуки с голос, что ли, искажался. Я вот не могу точно вот это вот объяснить. Но было такое ощущение, что микрофон действительно как-то вот раз десять на него наступили. Десять раз собрали, десять раз разобрали и снова собрали. В принципе, я думаю её перепройти после Лары Крофт. Как раз успею, наверное, первую часть пройти до выхода Metro Lost Light. И примерно буду придерживаться этому плану. Естественно, я начну с Penumbra Истоки Зла. То есть Penumbra Аверчу. Вроде бы она так называется в Стиме, я не помню. Да, я уже приобрёл лицензионную версию Penumbra, чтобы у меня не было багов, как было до этого, насколько вы помните, с первой части. Вот. И что касается дальше Penumbra. Ну, пройду серию Penumbra. Что касается дальше хорроров, вот хотелось бы сказать. Я собираюсь пройти новую Амнезию. Естественно, когда она выйдет. Я не знаю, когда она выйдет. По-моему, в августе кто-то говорил, кто-то говорил, что в июле. Ну, в общем, где-то летом. Когда она летом выйдет, думаю её пройти. В принципе, к хоррорам я как отношусь? Ну, к части хорроров я отношусь, естественно, отрицательно. Я не очень люблю этот жанр. Особенно в кино. Не знаю почему, но просто не люблю это. Ну, вот что касается игр, ну, думаю Амнезию пройти, потому что играл в первую часть, хоть и было дико страшно, но мне она, в принципе, понравилась. Поэтому, когда выйдет новая часть, я её пройду. И последнее, что касается планов, это забеги. Насколько вы помните, недавно совсем я выложил забег в Майнкрафт Хангер Геймс. Ну, то есть, голодные игры. Я собираюсь делать видео данного рода с кем угодно из своих знакомых. То есть, сегодня был, например, забег, ну, точнее, в эту пятницу был, например, забег по Майнкрафту, следующий, например, по Call of Duty Black Ops 2, режим зомби. Ну, например, где-то так. И это, примерно, будет... Ну, постараюсь сделать каждую пятницу. Если что-то не будет получаться, просто буду заменять прохождением, либо ватсплеем. Ну, буду как-то придерживаться такого плана. Что ж, давайте-ка перейдём к вопросам, которые вы мне задали. Постараюсь на них на все ответить. Какие-то, возможно, не смогу. Ну, ладно, давайте-ка посмотрим сначала, что за вопросы. Итак, первый вопрос задаёт Раиль Карагузин. То есть, его вопрос звучит так. Как ты относишься к геймерам? Ну, вообще, сам вопрос мне немного непонятен. То есть, как я отношусь к самому себе, получается. Потому что я, с одной стороны, геймер. Ну, во-первых, я отношусь положительно. Потому что с ними можно поговорить на любимые темы. То есть, ну, сами понимаете, об играх. Но геймерство, с одной стороны, это штука такая заразная. То есть, ты играешь в эти игры, играешь. И за него я, можно сказать, стал ленивым. Поэтому эта немного вот штука, немножко жизнь ломает. Тем, что иногда можно из-за этого нажить проблемы, там, из-за своей лени. То есть, например, тебе куда-то надо идти, а ты... Ай, сейчас сыграем матчик, там, в танке, например. Ну, в танке я не играю, если честно. Мне они что-то, ну, так, не понравились. Вот. Ну, в принципе, отношусь к положительному. Но, с другой стороны, также нейтрально. То есть, у геймерства есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну, а к самим людям, геймерам, отношусь к положительному. Вот. Следующий вопрос задаёт Станислав Каспийский. Это, в какие игры ты играешь, кроме тех, которые пишешь на видео? Ну, также я люблю поигрывать в доту. При этом я её не записываю на видео. И в Devil May Cry новый. Я вот как раз тут на геймпаде играю в него. Потому что на клавиатуре это действительно так неудобно. Но, в принципе, впечатление от Devil May Cry нового у меня тоже положительные. Я не играл в предыдущей части, возможно, зря. Но так, в основном, мне понравилось. Там, какие коры отмачивал Данте. Там, как он рубит всех направо-налево. Также я ещё играю в Принц Персии Забытые Пески. Недавно, помню, как-то в Стиме по скидке приобрёл. Подумал, почему бы и нет. Взял, ну, в принципе, после этой игры мне как-то захотелось переиграть в предыдущей части. То есть, там, Два Трона, Вейро Уизин, там, по-моему, так он называется. И Пески Времени. Ну, ещё там какой-то выходил в 2008 году, что ли, я не помню. Такой вот мультяшный. Я в него что-то тоже играл, но... Ну, мне так, он как-то средний. Вот же всё мне понравились старые там Пески Времени, ну и тому подобное. Так, сейчас глянем, какой-то следующий вопрос есть. Так, Глеб, что ты больше любишь? Простой Сталкер Зоу Привити или Тень Чернобыля, либо моды? Естественно, больше всего я люблю Зоу Привити и Тень Чернобыля. То есть, вот эти два оригинала. Это вот самые две мои любимые, так скажем, части из всех выходящих по серии Сталкер. Иногда бывает, что я сильно переиграю в них, и мне как-то становится скучно, что ли. И тогда уже, да, приходят на помощь моды. Так что, не знаю, что больше всего я люблю. Пожалуй, просто эти все три вещи, которые были перечислены в данном вопросе. Итак, следующий вопрос задаёт Олег Кирякин. На какой микрофон записываешь? Ну, вообще, данная тема записана у меня в описании. То есть, там есть ссылочка на конфигурацию моего компьютера. И там ниже написано, каким микрофоном я записываю. Естественно, сейчас в последнее время я начал записывать старого микрофона, которым ещё в 2012 году, где-то к концу начал записывать, к концу 2019 года начал записывать видео. То есть, это Sven MK200, так называется микрофон. В принципе, микрофон неплохой, но у него есть минусы. Например, что к нему не прилагается поп-фильтр, поэтому я натянул туда меховушку из старого микрофона, ещё совсем старого. Но она что-то особо не помогает, и поэтому можно слышать вот такие вот, что ли, звуки плевков, что ли. Вот как сейчас, например, вы слышали, там, как я дышу иногда в микрофон, ну, уж извиняйте, это всё, что могу. Ну, ещё также слышно эти жужжания фоновые, фоновые шумы. Но они вроде бы, если записываю на игре, в которой звук там гремит вовсю, то их вроде бы не слышно, это всё дело заглушает. Или снимаю с кем-нибудь кооператив тоже особо не слышно. Но если записываю такие игры, как Майнкрафт, то да, это дело немного напрягает. Но я немного стал отходить от темы, и следующий вопрос задаёт Евгений Музяев. То есть, как ты относишься к таким вотспэчкам, как Юзи, Гагатун, Лошка и другие? Ну, к этим вот первым двум, то есть, вотспэчкам, как Юзи и Гагатун, ну, иногда я помню в последнее время, как ты их смотрел. В принципе, ну, смотреть можно. По крайней мере, Гагатун, а Юзи что-то в последнее время как-то не очень. Я раньше помню, ну, может, не помню, сколько лет тогда было. Но я помню, любил смотреть видео Юзи. Мне не казались забавными, что ли. Вот. А сейчас, ну, не знаю. Как-то так редко иногда бывает, что посмотрю кого-нибудь из них видео, а вот кто такой Лошка, я даже не знаю. Ну, и, может, даже знать не хочу и... К другим вотспэчкам относиться? Ну, если они мне не мешают там, то и... Как мне к ним относиться? Только положительно, если не мешают, то и я им не мешаю. Ну, примерно как-то так. Ну, да, как-то вот так. Глупо ответил на этот вопрос, но как мог. Так, следующий вопрос задает Игорь Захаров. Глеб, будет ли что-либо кроме вотспэя по майну? Туториалы и летсбилды? Ну, вообще, я не собираюсь свою деятельность на Ютьюбе связывать с Майнкрафтом, потому что я не люблю, как я говорил раньше, зацикливаться на одном. Поэтому, наверное, только два сезона отспэя по майну будет. Ну, возможно, три, потому что, как там говорится, бог любит троицу. Возможно, будет три сезона, возможно, два. Так вот. Ну, и, возможно, один раз там пройду кунтикарту на прохождение, и всё. И на этом, наверное, по Майнкрафту всё будет. Вот. Возможно, когда-нибудь вернусь, там, сделаю что-нибудь по нему. Ну, а так, в основном будет, как я говорил, либо два, либо три сезона по Майнкрафту, либо один летсбилд. Ой, летсбилд, это прохождение карты. Ну, возможно, где-то так всё и будет. Итак, Иван Колобков... Ой, извиняюсь. Итак, Иван Колобков спрашивает. Глеб, тебе нравится Ведьмак, и играл ли ты в первую и вторую часть? Честно скажу, я не играл ни в первую, ни в вторую часть, поэтому что-либо конкретное говорить по поводу этих двух игр я не могу. Также я ещё пропустил его вопрос, а немного ли ты берёшь прохождений за раз. Ну, да, порой мне самому кажется, что я беру много прохождений, но я как-то так в последнее время стал их распределять, что, в принципе, я могу спокойно взять, например, три прохождения и их спокойно пройти, так, при этом себя не напрягая. Вот. Поэтому я думаю, что не слишком много беру, потому что я стараюсь в последнее время особо их не брать так, да пройти один проект и потом браться с другой. Вот. И последний вопрос он спрашивает, будешь ли ты дальше играть в Sense Roll. Ну, вообще, в третий Sense Roll я вообще удалил из Ютуба, потому что, ну, я не собираюсь его продолжать. Одному играть не резон, да и к тому же там большинство миссий это так. Тупо, чтобы деньги заработать, у них с сюжетом никакой связки нету. В такие миссии играть особо неинтересно. Но в основном, ну что, одному играть, как я и говорил, не резон. Пробовал я записывать в кооперативе с одним человеком, но что-то у нас не получалось. Сначала шло нормально, а потом что-то, ну, не знаю, не срослось там. И не получалось, поэтому вряд ли я уже не буду проходить. Вот насчет четвертого Sense Roll я не знаю. Возможно, тоже буду, но посмотрим. Так, и... У тебя там еще один был вопрос. Так, спрашивает Артем Герц. Глеб, чего себя в подкастах не показываешь? Ну, не показываю себя только по одной причине, потому что я не вижу пока что в этом нужды. Если вдруг увижу, так скажем, то, естественно, покажу. Так, ну, тут один человек то же самое, можно сказать, попрашиваю. Так, Александр Арханев спрашивает. Глеб, а стоит играть в метро? Ну, скажу, стоит, потому что, в принципе, у этой игры такая, скажем, неповторимая атмосфера постапокалипсиса, почти как в Сталкере. Ну, я знаю, что в метро делали те же разработчики, что и разработчики Сталкера, просто бывшие разработчики, правильно сказать. Вот, в принципе, стоит поиграть, потому что, к тому же, еще выходит, скоро выходит новое метро, Lost Light. У него тоже стоит поиграть, когда он выйдет, естественно. Так, и... Привет, последний вопрос спрашивает. Борит Ахмат Нуров, извиняюсь, если неправильно там что-то произнес. Так, когда выйдет Сурвариум? Ты сделаешь на него обзор? Ну, во-первых, я подал заявку на бета-тестирование, так что, если мне вдруг дадут доступ, возможно, парочку видео я на этом сделаю. В принципе, я тоже жду Сурвариум, такой интересный проект. Будет какая-то замена Сталкеру, который, увы, пока что не выйдет, мы его не сможем лицезреть. Но... Надеюсь, что не все безнадежно, и он, естественно, выйдет. Но Сурвариум, да, я жду. С одной стороны, и мне самому интересно, что из этого получится, ведь, по сути, это будет онлайновая, фри-то-плейная игра. Мне интересно, как разработчики в нее сюжет ведут и все такое. В принципе, надеюсь, игра получится, что надо. И последний вопрос спрашивает, опять-таки, Артем Герц. Будешь ли ты играть... Ой, извиняюсь. Глеб, будешь ли ты делать игру с подписчиками? Соответственно, буду, потому что, я думаю, надо как-то какой-то там контакт с подписчиками поддерживать, чтобы они не скучали. То есть, да, будут забеги, но вряд ли, так скажем, путем стрима и все такое, потому что стрим я вести нормально не могу, у меня интернет слабый, поэтому придется немножко со стримом попридержать. Но сама игра с подписчиками будет, и просто на запись, может, без записи будет. Но, как я и говорил, она будет. Так что, возможно, где-то к лету ближе, возможно, в мае, возможно, посередине лета, но она будет. Так, я вроде бы ответил на все вопросы, и теперь давайте-ка перейдем к рекламе каналов. Итак, сегодня мне бы хотелось прорекламировать такие каналы, как канал Опуса, канал Мегалодона, канал Страшно Смешно, канал Вотсплей Хоррор, то есть канал Оксиды. Также хотелось бы сегодня прорекламировать канал Игрокухни, канал Арзи, канал Ливанада, хотя он в последнее время видео не делает. Также хотелось бы прорекламировать канал Даркспейса 196 и канал Лестера. Ну, и по возможности хотелось бы прорекламировать канал Чарли Джок. Ну что ж, это все на сегодня. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока! Продолжение следует...